Молдавские овощи и фрукты Молдавские овощи и экспортеры Молдавской сельхозпродукции Руслана Катарабая. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте поговорим об этой ситуации. Значит, с момента введения эмбарго России, как дела обстояли до и какова ситуация после? Вот что на данный момент происходит? Ну, конечно, до введения эмбарго и все представители транспортного бизнеса, и все представители, скажем так, Молдавской сельхозпродукции, как бы все шли, как бы, ну, старались на шаг вперед по развитию. То есть все старались развиваться, вкладывали и как бы видели большую перспективу. После того, как ввели эмбарго, конечно, многих это и напугало, и как-то оно оттолкнуло назад в плане развития. Но, в принципе, как мы знаем ситуацию, то есть такого, чтобы у кого-то прям весь урожай остался в садах, вряд ли, в принципе, все все продали. Те, кто имели, опять же, качественную продукцию, которая подходила на те рынки, на которые их отправляли. Почему тогда говорят, что ситуация ухудшилась? Ну, ухудшилась она больше в цифрах. По факту она, почему? Потому что на Белоруссию, когда отправляли, то есть через Белоруссию, скажем так, то, ну, как бы, писали маленькие властные цены, потому что под их незаконодательство Белоруссии. Но, в общем, это по статистике, как бы. В общем, в объеме я бы не сказал, что оно где-то что-то у кого-то упало. Почему вы решили разделить по факту и статистику? Разве статистика, цифра — это не факт? Нет, далеко не так. В этом бизнесе это далеко не так. Почему? Потому что, подходя, скажем так, под российские либо под какие-то законодательства, туда на тот рынок, на который отправляется продукция, то есть по статистике индикативная стоимость ставится та, которая принимается страной-получателем. А она иногда, как бы, ну, разделяется с реальными цифрами. Хорошо. Вот давайте поговорим о том, что нам дает российский рынок и чем отличается, в принципе, рынок России от других, допустим, от Евросоюза. Ну, судя по моему, скажем так, опыту, то есть Россия — это, в принципе, смелых 70-90% объема продукции. Что касается фруктов, то есть это, в принципе, потребляется там. 70-90%. Поэтому в Европе, ну, в Европе, да, где-то в какие-то страны кто-то что-то отправлял. Но это нельзя назвать каким-то объемом или какими-то объемными продукцией или большой перспективой. Все-таки вся перспектива лежит в российском рынке. В Молдавской экономике что дает экспорт овощей и фруктов? Ну, мне кажется, экспорт овощей и фруктов в Молдавской экономике дает очень много, так как это большая отрасль, то есть это химикаты, люди имеют работу в селах, аграрии развиваются, аграрии покупают тоже дистопливо, транспортники, скажем так, молдавские вывозят эту продукцию. Это очень много дает. А можно сказать, что после эмбарго на нашу продукцию наши производители стали сильнее? Есть такая? Тут, скажем так, это последние года, то есть диктует, в принципе, больше рынок, не столько эмбарго, сколько сама тенденция рынка. Так как, то есть требования к качеству, будь то молдавская, чья бы то ни была сельхозпродукция, она как бы, ну, качество, то есть, скажем так, запросы качества увеличиваются, соответственно, им нужно подтягиваться. Ну и, в принципе, большинство производителей, в принципе, с этой задачей начинают справляться, но это тоже в те же моменты от тяжелой ситуации, так как тяжелее нужна продукция, лучше, качественнее, соответственно, идут, скажем так, на повышение качества, стараются. А все-таки претензии были больше к качеству или все же они были политическими? Вот как по-вашему? Ну, если опять же официальная, как бы, то есть, ну, как бы причина эмбарго, ну, то, конечно же, это, безусловно, политический. Но что касается общей, как бы, претензии к нашему качеству, ну, тут много факторов. Во-первых, как бы нашей, скажем так, молдавскому аграрию не хватает немножечко культуры, бизнеса, я так это называю, в том плане, что не до конца допонимают, что такое ответственная загрузка качества и так далее, и так далее. И, соответственно, вот больше от этого проблемы. Скажите, вот какие у вас прогнозы на будущее? Станет ли лучше ситуация или, наоборот, ухудшения какие-либо? Или ничего не изменится? Ну, вообще, по эмбарго, скажем так, российский рынок подтолкнуло к тому, вот эти вот все эмбарго подтолкнули к тому, что они активно начали развивать свое сельхозхозяйство. И за последние 3-4 года наблюдается такая тенденция, что мы, скажем так, позднее начинаем, то есть мы больше промежуток времени ждем, пока Россия продаст, скажем так, свою сельхозпродукцию, и только потом в больших объемах начинает продаваться наш и соседний государств. В будущем, ну, у нас только один, как бы, вариант – это подтягиваться по качеству, скажем так, по тем критериям, которые диктует сегодняшний рынок. Ну, и с такими критериями, в принципе, перспектива есть. Последний вопрос. Как же все-таки эта ситуация повлияла на вас? Эмбарго на вас отразилось? Ну, тут такая двоякая, как бы, в каком-то плане, то есть оно в лучшую сторону. В лучшую сторону тем, что не все могут отправить, не каждый, как бы, многих этот бизнес отпугивает. Но те, кто, скажем так, знают, где что не так лежит, в принципе, где-то это в лучшую сторону. Но с другой стороны наблюдается вот эта вся общая нестабильность на рынке. нестабильными курсами, что влечет за собой потери, риски и так далее. То есть вроде кажется, с одной стороны зарабатывается, а с другой стороны теряется. Как оно в общем, нельзя сказать, что стало лучше. То, что стало сложнее работать, это да, а эффективность какая-то, она не повысилась. Это только кожа. Мы выкрутимся. Выкручиваемся. Спасибо за интервью, Руслан. Пожалуйста. Интересная беседа. Хорошего дня вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!